Как усы Дали, я женюсь на твоей маме, чтоб тебя усы навить, боже мой. Ты умрешь от раны, но живой. Я спущусь с эстрады вниз, усталый, но живой. По псу 90-х реально никогда не слушал. И еще как-то мимо меня абсолютно пролетела вот эта все говнарская волна вся. Ну, короля и шута и все прочее. Я у нас в подкасте, я как-то несколько раз говорил про короля и шута, и я не ожидал. Приличные люди, в инстаграм пишут, они прилично одеты выглядят. Такие, а что, почему вы вообще так про короля и шута говорите? Было неприятно. Ну, я вот слушаю короля и шута, а почему вы так шутите? И я такой, ты хорош, что ты угораешь? Ну, я не понимаю, как это можно слушать. Ну, и подобное. Вот, но в девятом классе я подружился с Андрюхой Кашкаревым. Это мой пацан, ну, с района, одноклассник. И я, будучи девятиклассником, у меня не было музыкального какого-то конкретного там вкуса. У меня в плеере, я помню, у меня была просто популярная музыка, поп-музыка, ну, американская. То есть я очень... Джастин Тимберлейк, я просто его обожал. Я и до сих пор его люблю. Мне кажется, Джастин Тимберлейк это вообще топ. Фрэнк Синатра. Вау. Очень уволю. У деда были кассеты с Фрэнком. Сюда у него были кассеты Фрэнка Синатра в машине и кассета «Концерт Задорного от Пучча до Путина». Это тоже один из любимых треков на репите. Так вот, я познакомился с Андреем Кашкаревым, и он мне говорит, это все, что ты слушаешь, все бред. Послушай вот это. И я впервые услышал Арию. У них вся тусовка угорала по Арии. Просто, ну, типа, там постоянно «Колизей!» И я такой, вау, ну, это что-то, типа, какой-то сильный свой какой-то прикол. Я с ними тусовался, и оно фоном звучало, звучало, звучало. А потом, это было пару лет назад, я где-то услышал трек Арии, и я такой, я же нахрен все слова знаю. Твой враг в пыли и жалок и слаб, загнанный зверь, раненый раб. И я такой, вот это поворот. Вот насколько можно быть гуманитарием, вот настолько я бы был. Вот все с цифрами всегда проблема. Вообще вот у меня просто были базовые огромные проблемы вообще с арифметикой, видимо. Ну и потом с алгеброй, потом с физикой, с химией, с высшей математикой в универе. Ну это все было такой снежный ком ужаса для меня. Уравнение, это все, ну это все для меня, когда мне, я до сих пор не понимаю, когда мне говорят, ну приведите уравнение до красивого вида. Какого вида? Какого красивого? Я, у меня был преподаватель Сергей Эрикович Воробейчиков в Томском государственном университете. Невероятно крутой преподаватель, просто повышенная математика. И когда ему, я помню, отвечал, и я говорю, Сергей Эрикович, я не знаю ответ. И он мне говорил, рискуйте. И я говорил, семь. И он такой, за риск хвалю, за ответ, к сожалению, не могу. Присаживайтесь. Он такой интеллигентный, такой просто вот, вот как-то бы, и мне до сих пор, это на втором курсе, я списывал у него на контрольной какой-то работе. И он-то увидел. И он мне ничего не сказал. Он просто проходил мимо, и вот так ударил пальцем, вот так по столу, вот так, и показал пальцем, и пошел дальше. И я, мне так стыдно, что мне до сих пор стыдно. Он мне в нужные моменты, всегда жизни, он мне всегда подбрасывал какие-то очень нужные книги. И это, вот за это ему сильно благодарен. И это всегда было так ненавязчиво. Это так, и он меня, по-моему, просто приучил вот такой очень, какой-то мягкой силой приучил меня к этому, ну, любовь к чтению привел мне. Абсолютно такую естественную и ненатужную. И я такой, вау, вот так вот. И он такой, Жень, а вот глянь, просто глянь, вот Цусима. Я помню, в восьмом или седьмом классе там вот такой талмуд. И я такой, что-то раз, раз, и потом, и мне, я просто улетел, мне так это было. И я такой, о, а потом такой, Жень, 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 а еще вот такая есть штука, а еще вот такая, с огромной библиотекой. Что больше всего я в нем ценю, и чему он меня научил своим, наверное, с роста естеством, это принятие нового и постоянному ориентиру на какое-то, на будущее, на прогресс. Ну, вот он, он условно, ему восемьдесят четыре, и он в Инстаграм ведет аккаунт активнее большинства моих одноклассников. У Тома Сигуры, одного из моих любимых стендап-комиков, был очень яркий просто образ, когда он говорил, что я хочу стать пожилым человеком, чтобы со мной разговаривали, как с домашним животным. Типа, куда ты пошел? Как твои дела? Что ты? Куда ты? Это кто такой? И, ну, это понятно, это юмористический там, какой-то прием, это утрирование. И с пожилыми людьми, ну, мы все понимаем вот эту интонацию с пожилым человеком, когда ты медленно говоришь какие-то, и стараешься избегать слов каких-то, которые... Вот за что я деда своего пожаю, я вообще... Вот мы разговариваем вот точно так же, то есть я не подбираю слова, я не говорю там, ну, там, вот это, я просто говорю там, вот там, я тебе в Телеграме скину, напишу там, поставлю там, VPN, туда-сюда, и он такой, все, да, хорошо, окей. Короче, у меня... Я помню, что я впервые, когда я услышал группу Многоточия, я такой, вау, а можно мне как-то выковырить уши себе наружу? Потому что это... Это то, с чем я никогда в жизни не хочу больше соприкасаться. Если вдруг, ну, я этим оскорбительным там высказыванием про группу Многоточия кого-то обижаю, пожалуйста, обижайтесь. Ну, я, мне плевать, потому что это, 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 это я, ну, это я не понял. Я такой, это чего? И все такие, блин. И группа, вот эти две группы для меня, они были символом рэпа, и я более того, я думаю, я никогда, ну, не то, что пытаться делать рэп, слушать его, я больше на русском языке никогда не буду. Это группа Многоточия и НТЛ, пока я не услышал немножко другой русский. Шок. Оксимирон в 2000, я Оксимирона слушаю с 2008 года. Шок, мне, я шока встретил, у меня, у меня, короче, у меня нету особо вот этого ощущения, что я такой, типа, ну, перед звездом, я не особо вообще к звездам там тянусь, стремлюсь, но я на Рубинштейна в Питере встретил пьяного шока, и я такой, блин, можно фотку. И он такой, да, конечно, браток, давай сфоткать. О, шок, блин. Я переехал в тот период в Томск, вообще, что-то в одного там лазил, особо, ну, еще никого не знал, в какой-то пустоте передвигался, познакомился с локальными рэперами, с Сашей Честом, с Ромой Капеллой, с их группой за полк, с Димой Гунтанамо, там, Лакимином, ну, я знал вот этих локальных томских чуваков, но все равно, в смысле, мы не особо там дружили, просто я имею в виду так вот. И вот в тот период Оксимирон и Шок, и Оксимирон приезжает за, помнишь, он стал человеком года GQ, и он за полгода до этого, он приезжает в Томск с концертом. А я работал ведущим на Европе Плюс, Томской, и я прихожу к редактору и говорю, боже мой, мы должны привезти Оксимирона на эфир. И они говорят, ты как себе это представляешь? Это вообще кто? Никто о нем не знал. Ну, то есть, там вот вообще никто не знал. И я такой, пожалуйста, под мою ответственность, пожалуйста, пожалуйста. Они говорят, ну, это, это странно, кто это вообще? Что это за чудо? Рэп? Что? Включи его рэп. Я включаю там. Я хейтер, я ненавижу вашу. рэп, вашу. Еще этот клип, снятый на ВИЧС. И они такие, ну, блин, ну, блин, ну, блин, ну, давайте, давайте, давайте. Они такие, окей, хорошо. И мы там сидели, и Европа плюс Томск, эфир, и мы сидим и говорим про Бабангиду. И люди пишут, а что происходит? И меня чуть не уволили после этого. Потому что я там заперся, забаррикадировался в комнате. Просто закрылись. И я такой, и там кто-то уже мне маячит. И они такие, а все в порядке? Я говорю, вообще все супер, чуваки. Ты вот честно проиграл в полуфинале нашему из Томска. Вот что ты ему хочешь сказать? Это было, я был, ну, фанат этой всей движухи, и вообще живу этим. Мне очень нравилось хип-хоп ру. И все. И мы такие, ну, распрощались. И я продолжал посещать там концерты. А потом был этот, помните, был концерт в поддержку Хаски. И я пришел туда по спискам пацанов из Анакондос. Анакондос, респект. Не только за это, просто в принципе. и мы заходим там после концерта помещения, там куча рэперов всех в движухе, куча рэперов и Жиган. И мы уходим туда-сюда, и там Оксимирон. И я такой, о, привет, ты, наверное, меня не помнишь? И он такой, Томск, Европа плюс. Я такой, оооо. Он такой, я, говорит, единственное, что на Европе плюс мы говорили про Бабангиду. Я такой, это что за бред вообще? Да. Идея сериала вообще изначально у Расула появилась. Он принес какие-то мысли типа разрозненные, вот можно то, то, то. И мы посмотрели сериал People Just Do Nothing. И он нам так понравился, что мы взяли его за такой основной референс по стилю съемки и по, ну вообще, вот как-то по стилю вообще донесения. То есть, ну, но в плане сюжетов, шуток и вообще это все самостоятельно. То есть мы не брали ни у кого там, это мы просто сидели, все выписали, придумывали, перекладывали. И у нас как-то в процессе это все появлялось и отсылки к там, к Хаске. Я просто, ну, с Хаске лично не знаком. Мы в общаге жили в одной секции с Everdate Тимуром. Мы жили вместе в одной, прям в одной секции и работали вместе на радио одно время, тоже на Европе Плюс и там же, в Томске. Я у меня постоянно рассказывал про Хаске, что, типа, вот такой чувак есть из Улан-Удэ, просто скоро стрельнет, вот он там в Москве сейчас что-то двигается, делает. И такой, ну, да-да-да. Я с большим уважением отношусь к тому, что Хаске делает, но у меня вот этот уровень его провокационности, я немножко, он такой для меня слишком театральный такой. Это тоже неплохо, опять же, но я просто такой. И поэтому мы решили немножко подшутить над вот этими, как мне кажется, перегибами с имитацией там своей смерти и прочим. Кикшат, персонаж из сериала, это все мои амбиции, воплощенные в... И вообще все мои детские страхи, амбиции, все мое... То, что я хотел бы обуздать и, ну, из своего характера выдавить, это вот, ну, концентрация вот в этом персонаже. То есть, по сути, и персонаж Расула, это его какие-то демоны, ну, собранные воедино. Так же, как и мой персонаж. Мы их не сидели, не выдумывали. Просто я такой, а что было бы, если бы я вот высвободил все из себя и вот этого вот, вот этого какого-то неоправданно амбициозного в плане рэпа чувака, который ничего не делает, кроме как мечтает о каких-то рэп-лаврах. Не, я, я, честно сказать, то, что я там и делал в Томске, и потом в Канаде мы записывали, мне, мне, я всегда от этого получил удовольствие. И я делал это просто ради удовольствия всегда. То есть у меня и сейчас я, вот где-то будет звучать бит и будет приятная компания, я буду просто таким кайфом фристайлить и вырываться. И вообще, ну, я просто очень люблю это. И все. Ну, то есть я считаю, что хип-хоп, это, это такая абсолютно свобода. Для меня стендап, это тоже, ну, у каждого стендап-комедии свое ощущение, кто и занимается. Для кого-то это там рок-н-ролл, по настраиванию, для кого-то это это КВН, для кого-то это, я не знаю, что еще. Для меня это хип-хоп и есть. Для меня в этом, как в любом выступлении, у тебя есть свой там ритм, у тебя есть, у тебя есть своя какая-то волна, ты так же, ну, раскачиваешь людей или не раскачиваешь. Внутренне я ощущаю, ну, да я хип-хопом занимаюсь, просто без бита, но я на сцене с микрофоном рассказываю свои панчи и очень все похоже. Ты сначала думаешь, вау, если сейчас они через 45 секунд, я не услышу смех в зале, у меня задрожат голос, задрожат коленки, и я вообще. Потом у тебя это время увеличивается, потом ты такой, минуту я могу, спокойно, потом там 3 минуты, 5 минут. Сейчас я могу сказать, что 10 минут, я могу, то есть я к этому не стремлюсь, конечно, и желательно бы этого не было, но ты же постоянно пишешь новый материал, иногда бывает, ну, ты не попал вообще в зал, вот ты вообще не попадаешь. Ну, и тема, которую ты поднял, ну, большинству не близка. Либо ты выступал в таком, ну, либо перед тобой комик очень круто и сильно выступил, и ты выходишь с очень сырым материалом, и для людей это, ну, они вот только что видели хороший пример, и они просто на автомате уже не готовы смеяться над чем-то средним или хуже того. И поэтому тебе нужно тут выбирать два варианта. Либо ты потеряешься и начинаешь, вместо того, чтобы ты хотел, тебе же нужно это проверить, и вместо того, чтобы проверить, ты теряешься и начинаешь рассказывать свои какие-то лучшие старые блоки и уходишь со сцены. Либо ты такой, ну, все, поехали. и ты просто говоришь им, тишина, говоришь, тишина, говоришь, но зато, если ты вот в этой тишине, ты зачем, в какой смысл это делать? Если вот в этой, в этом неприятии тебя ты говоришь еще что-то, и они засмеялись, значит, вот это, это точно сильная шутка. Когда у человека есть черно-белая позиция, это, это, это круто для, ну, для комедии, это круто для какого-то, для, для творчества, для, для креатива. Это всегда, ну, это всегда прикольно. В рэпе я, я всегда буду рад послушать, условно, рэп-трек, в котором будет черно-белая позиция, в котором я буду, о, класс, он вот на этот стрек, круто. Ну, то есть, ну, понимаешь, какая-то доля вот этого, вот этой детскости какой-то, инфантильности, и это, это всегда прикольно, но не скажу, что мне это нравится, типа, в повседневной жизни. Наоборот, сомнения, это, это всегда, ну, путь, то, что сомнения, рано или поздно, всегда приводит к какому-то, мне кажется, правильному результату, если у тебя сомнения заканчиваются принятием решения, а не просто сомнения ради сомнений. Таких, вот таких людей просто не переварю. Как Руслана Белого. Он такой, он такой, вот, Чебатков, а что ты короткие носки носишь? Руслан Белый, версия 4 года назад. А что ты, Чебатков, в коротких носках? Ты что, с мальчиками спишь? И Руслан Белый, версия 21 года. Йо, все свободные, чуваки, просто, блин, кайфуйтесь, серфинг, надо, блин, жить, все, все крутые. Ну, я такой, ну, прикольно, конечно, Руслан, метаморфоза. Руслан Белый, вообще сейчас, знаете, самый фреш в игре. Для меня это не провокационная идея, для меня это реальное желание разобраться в том, как я к нему отношусь. Про нео-сталинистов, про все это, ну, мне просто интересно. Я говорю, у меня нет цели кого-то спровоцировать на что-то или оскорбить. У меня вообще, я сейчас рассказываю материал, у меня там порядка получаса уже есть, и там вообще нет оскорблений. Это связано еще напрямую с историей моей семьи. Я вот сейчас у мамы попросил там документы, документ называется «Выписка родственникам врага народа» и про моего прадеда. У меня прадед, он служил с Тухачевским вместе, был офицером. Думаю, был командир дивизии. И его в 38-м расстреляли, как и Тухачевского вместе. Беременную прабабушку посадили, и у меня бабушка родилась в тюрьме, и потом ее маленькую собрали там со всеми родственниками, всех их сгребли и сослали в Казахстан. А прабабушка сидела до смерти Сталина. Но это только по моей бабушке, по отцу. А по моим другим родственникам такая же, кого-то раскулачили, кого-то тоже... Ну, то есть там все ссыльные. И это вообще не уникальная история же. Первый момент, почему мы не говорим про историю России, потому что, если мы, допустим, ошибку, рассказывая про войну Аллы и Белой Розы, ну, все такие, ну, вы тут ошиблись, ну, окей, ну, ха-ха-хи-хи. Если мы, допустим, ошибку, когда мы будем говорить про гражданскую войну в России, это заденет чувства многих людей. У нас нет желания кого-то провоцировать на что-то, или кого-то обижать. И мы увидели, когда мы в первых самых выпусках мы как-то косменно касались истории России, что-то упоминали, и там сразу прилетало, даже мы не говорили даже особо факт, мы какие-то общие просто школьные факты говорили, и кто-то говорит, вообще-то это не так, вообще-то история России. А потом, я не читаю комментарии нигде, никогда. Ну, мне просто, мне кажется, ты теряешь энергию на этом. Неважно, положительные, отрицательные, любые, это просто слив энергии. Но мне, Томас скинул мне как-то скрин, комментария, в котором было написано, почему эти этот армянин и рыжий еврей, или, в скобках, или тоже армянин, почему они про историю России тут говорят? И это было так, как-то, ну, с такой злобой, именно вот даже, то есть там, там как-то именно так, все так было очень шовинистически написано, что такой, блин, я не хочу вот этих людей, чтобы они вообще приходили, это смо... ну, я такой, фу, давайте просто рассказывать мировую историю, и вообще, про историю России, пусть профессиональные историки, типа Евгения Понасенкова, пусть они, ну, разбираются. мне Дарон Ароновский очень нравится, даже какие-то его провальные картины, типа Фонтан, ну, вот мне очень нравится Фонтан, где я не такой, ну, а почему, ну, хотя он там как-то суперкоммерчески провалился и себя не оправдал, но для меня это, наверное, один из самых любимых фильмов, при этом я, конечно, лютый фанат Тарантино, мне кажется, как можно не любить Тарантино, примерно за его, вот, вот, человек, который дает тебе самый настоящий интертеймент, опыт, ну, самого настоящего развлечения, в кино, это все его фильмы, ну, я их очень, я их могу с любого места начинать смотреть, и у меня, у меня дикий восторг. Фильм «Нефть» это тоже один из моих самых любимых фильмов, вообще, вот, он для меня по своей какой-то тональности и по всему своему какому-то вот настроению, которое он создает, вообще попадает в меня на сто процентов. Я думаю, что это некий культурный код, который заложен в Казахстане и на Кавказе, и это просто, ну, это тебе никто там особо не объясняет, просто у тебя вот этот паритет перед старшими, у тебя это, вот это ощущение, что вот, даже человек на год тебя старше, но для тебя это важно. Ты такой, ну, блин, равно как и если младше, ты уже не, ты такой, слушай, я сейчас разговариваю, а ты посиди, повнимай. Ну, это, это я сейчас один из примеров говорю. Ну, и в принципе, вот это, модель там решения каких-то вопросов, и вот это такое, ну, если тебе что-то не нравится, ты говоришь там, ты, как бы, если у вас какая-то агрессивные какие-то у вас намерения, ну, типа, вы можете там, без пассивной агрессии, знаешь, без вот этого, когда вот такой, такой, да, но все же тут ведут себя, как им кажется, нормально, но без вот этих штук, когда такой, ты это, ну, мне говоришь, или ты кому это, ну, в общем, и я думаю, в 90-е, просто вот именно в тот период, когда там детство проходило, было много похожих каких-то моментов, но у меня никогда не было, что я такой, вот мои друзья будут только кавказцы, или я стремлюсь там общаться, кавказцев, для вещей никогда такого не было, просто, как-то вот мы сразу такие, по взгляду такие, тебе вот это то, что сейчас происходит, тоже кажется странным, да, да, ну, прикольно. Я бы сказал, что я довольно открыт к новым знакомствам, в принципе, всегда, и я такой, ну, без проблем там, контактить, я могу просто, я вполне сейчас могу представить вариант, что я с кем-то такой зазнакомлюсь, и мы можем начать прям близко корешиться, ну, то есть, это вообще, но, но есть прям, прям кенты, кенты, и из Томска, и из Ускаменогорска. Конечно, это было болезненно, но, и поэтому концовку концерта, например, я ее нигде не говорил никогда, только на съемке. Я отпустил это вместе с концертом, и, и сейчас я могу об этом говорить очень легко. И это для меня был, ну, важный момент рассказать об этом, в первую очередь, для самого себя. Насколько я могу увидеть, ну, смешное, там, где как будто его нет. И когда ты это делаешь, ты, ну, кое-что в голове меняешь. И что для меня важно, хотя такой цели изначально не было, но, то, что я очень, очень многое увидел в отклике, люди писали мне, что они, они в точно такой же, или очень похожей ситуации были. И они говорят, ну, я никогда об этом вообще не говорю, потому что у меня родители, потому что, ну, мама, бабушка, дедушка, там, братья, сестры, очень часто говорят, ну, никому не рассказывай, просто, ну, это, зачем ты будешь рассказывать, это, ну, никто про это не хочет слушать, это не надо, про это помолчи. И ты это в себе скрываешь, и для тебя это становится какой-то, ну, ношей в какой-то момент тяжелой. И ты потом такой, вот это какая-то тайна, с которой я должен там справиться, и что-то. А как будто когда ты ее высвобождаешь, и, возможно, я буду рад, если это послужит для кого-то неким сигналом, примером того, что ничего в этом нет вообще. Ну, ты можешь об этом говорить, и, и по большому счету, это важно только для тебя, это не важно ни для кого. Только для тебя важно, и для тебя это больно. Просто, если ты сам с этим справишься, и не будешь делать из этого драму, то и никто не будет делать из этого драму.